АПЛОДИСМЕНТЫ Мы, мужики, теперь будем отмечать выход на пенсию дважды. 60 лет по старому стилю, 65 по новому. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас для нас, пенсионеров, чиновники придумали разные льготы. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешается стоять бесплатно под стрелой подъемного крана. АПЛОДИСМЕНТЫ Прислоняться к автоматически открывающейся двери. АПЛОДИСМЕНТЫ Переходить на красный свет. АПЛОДИСМЕНТЫ И ездить без шлема на мотоцикле. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Или вот такая хорошая новость, чтобы мы, старики, не чувствовали себя брошенными, могли бы вести активный образ жизни. Государство создало для нас программ «Долголетие». Знаете, что это такое? Вот многие знают. Там есть разные кружки, спортивные секции, танцы-обжиманцы. Ну, я пришел туда, конечно. Мне сначала предложили записаться на компьютерные курсы. Заведете, говорит, себе аккаунт в соцсетях. И найдете своих одноклассников. Я говорю, а что их искать? Я знаю, где все мои одноклассники. АПЛОДИСМЕНТЫ Я туда пока не тороплюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Так между нами говорят, я к компьютерам уже привык. Это поначалу только, когда я экран листал, слюнявил пальцем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а я знаю, куда идти. Я записался на скандинавскую ходьбу. Знаете, что это такое? Ну, знаете, конечно. А я не знал. Дали мне две палки. И говорят, идите. Идите. Я подумал, что за люди такие? Палки дали, а лыжи забыли. Ну, и у кого из нас склероз? Хорошо, у меня дома свои лыжи были. Я их надел. И пошел. Пошел. А было лето. АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть в психушку не забрали. Смотрю, 15-летняя девчушка смеется надо мной. А у собой пирсинг на всю губу. Эти сережки от смеха у него аж звенят. Ха-ха-ха. Дзинь-динь-динь. Ха-ха-ха. Дзинь-динь-динь. Я ее спросил. Деточка, ты чего, клевала на мормышку, что ли? Потом решил взбодриться, пришел на фитнес. Мне сказали, ложитесь и отожмитесь. Ну, я-то спортсмен бывший. Я лег на пол и уснул. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтоб взбодриться, пошел в секцию бега. Тренер спрашивает, за сколько минут сможете пробежать 100 метровку? Я говорю, ну, если сейчас побегу... АПЛОДИСМЕНТЫ До ужина, поспею. Тренер говорит, чтоб быстрее бежать, возьмите вот это. И дает мне в руки отбивную. Сырую. Я смеюсь, как отбивная может мне помочь бежать быстрее? Он говорит, очень просто. И говорит своей собаке, фас! АПЛОДИСМЕНТЫ Где-то через две минуты на восьмом километре Собака выдохлась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотят взять на Олимпиаду. Но только с одним условием. Собака поедет тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не считается допингом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Между нами, мальчиками и девочками, для моего возраста я еще ОГОГО. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Полностью здоров, что ты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ От желания болеть, меня избавили лекарства. Абдирол и розорин. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня даже зубы хорошие. Не болят. Не болят. Лежат себе на полочке. АПЛОДИСМЕНТЫ Помню, оставил челюсть в стакане, а у меня внук шутник. Он мою челюсть вынул и подложил туда челюсть вампира. АПЛОДИСМЕНТЫ А я без очков надел и пошел гулять. АПЛОДИСМЕНТЫ Возле лифта смотрю, соседка Авдоть Ивановна, 76 лет от роду. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, девчонка по отношению ко мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Спрашивает, кокетничая. Как вы себя чувствуете? И так смотрит на меня. Я и улыбнулся широко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, сейчас бы с вами красненького выпьете. АПЛОДИСМЕНТЫ Видели бы, как она драпала. АПЛОДИСМЕНТЫ С девятого этажа спустилась за три секунды. АПЛОДИСМЕНТЫ Пошел в кружок поэзии. Думаю, надо интеллектуально подкрепиться. Надо мозги заставить работать, чтобы маразма не было. Я смотрю, там все стихи пишут. И Авдотья Ивановна, главное, там сидит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты прекрасна, прямо не то слово, Как принцесса из царства тридевятого. И хоть грудь твоя размером нулевого, Зато ноги сорок пятого. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вы смеетесь, а между прочим, я получил приз за эти стихи. АПЛОДИСМЕНТЫ Удар челюсти от Авдотьи Ивановны. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, между нами, мальчиками и девочками, Я любой даме рад. Лишь бы дама была не с косой. АПЛОДИСМЕНТЫ В доме для престарелых, где я сейчас нахожусь, Здесь вокруг нас многие дамы такие ходят. Ходят, но мы не сдаёмся. Он малышева рассказывал, «В моём возрасте с женщинами спать можно». Она всё своими словами. «Можно и нужно», — говорит. Я согласен. Главное, чтобы не будили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мой совет мужчинам всем, Ну, с высоты моего возраста. «Мужики, живите так, Чтобы потом не спрашивать у Ясеня». Помню, было такое стихотворение. «Я спросил у Ясеня, Где моя любимая? Ясень не ответил мне, Голову склонил. Я спросил у Тополя, Где моя любимая? Ты бы ещё у Тумбочки, Идиот, спросил». АПЛОДИСМЕНТЫ Есть у нас клуб, Клуб «Кому за 70» такое. В нём секция есть «Весёлый Нафталин». Здесь не просто коктейль «Маргарита», А Маргарита Петровна. Это простокваш с Димитролом. Объявляется белый танец. «Дамы мерят давление кавалера». Для особо искушённых есть стриптиз. Бабушки под музыку полчаса снимают валенки. Ну, я так себе представлял. Пришёл туда на танцы-обжиманцы. А нет! Ох, там целый букет божьих одуванчиков. А я ж без очков подошёл, значит, Спрашиваю «Красавица!» И кокетничаю так. «Как вас зовут?» Слышу в ответ «Зови меня просто Михалыч». АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, я драпать. Смотрю соседка наша, Авдотья Ивановна, Ой, кто ж здесь дёргается под музыку? Я ей комплимент. «Как красиво вы двигаетесь!» Это танец джига-дрыга. Она говорит «Чудак, это Паркинсон». АПЛОДИСМЕНТЫ Шутит, конечно. Смотрю ещё один одуванчик. Как пошла отплясывать. Ой, крутит, вертит. Как бешеная газель. Прокрутила сальто, сел на шпагат. Музыка закончилась, все кричат «Браво!» Она как заорёт. Какая сволочь налила в тапочки скипидару. АПЛОДИСМЕНТЫ А бабусим хоть бы что, пошли отплясывать свой танец. Современный, между прочим. Называется «Тверг». Не слышали? Нет? Это такой танец, когда южной частью тела под музыку трясёшь. В страшном сне я вижу эти ягодичные судороги. После этого «Тверга» я ходил с пылесосом. Песок с пола убирал. А бабки кричат «Давайте к нам! Потрясись своими булками с нами!» Девчонки, я говорю, если я потрясу булками, у меня все сухарики отвалятся. АПЛОДИСМЕНТЫ И смех, и грех. У нас даже есть этот кружок самогона варенья, да. Но туда надо записывать за полгода вперёд. Очень много желающих, да. На прошлой неделе выезжали на природу, да. Играли в футбол. Склеротики против маразматиков. По мячу никто не попал. Была прогулка на лошадях. Мне понравилось, я лошадей люблю. Подошёл к одной лошади, потрепал за грив, дал ей яблоко. Ешь, говорю, животное. Она ест, зубы огромные. Пригляделся, это соседка Авдотья Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ 76 лет, вот, трудно. Потом играли в Робин Гудов. Мне дали лук и стрелы. Сказали, надо попасть в мишень. Ну, я так понял, что мишень, это такое большое и круглое. А в это время Авдотья Ивановна стояла нагнувшись АПЛОДИСМЕНТЫ И рвала цветочки. Я уверил огромную белую мишень. АПЛОДИСМЕНТЫ Круглую. И выстрелил. Судя по крику Авдотья Ивановна, я попал в яблочко. АПЛОДИСМЕНТЫ Между нами мальчиками и девочками у меня есть мечта поймать золотую рыбку. Я б ей загадал желание стать Кащеем Бессмертным. Уж тогда б я отомстил пенсионному фонду. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете эту шутку? С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все-таки скажу искренне, интересная у меня жизнь. Родился при Сталине, женился при Хрущеве, стал отцом при Брежневе, дедушкой при Горбачеве, ушел на пенсию при Ельцине. А помру, наверное, не скоро. И слава Богу! В общем, скажу вам, старость – это как отдых на морском курорте. Солнце сверху, песок снизу. А в ушах море шумит. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодаря склерозу каждый день новости, как заново родился. СМЕХ Благодаря радикулиту ни перед кем не сгибаешься. СМЕХ Хочется, а не может. СМЕХ Можно делать все, что хочешь, ничего не боясь. Если что, спишут на маразум. СМЕХ Конечно, много чего раньше хотелось, уже и не хочется. В сорок хотелось красивые волнистые волосы. В восемьдесят хочется, чтобы они просто были. СМЕХ В сорок смотрел на женщин. В восемьдесят на собак. В сорок комплименты радуют. В восемьдесят уже пугают. В сорок хотелось выпить, поплясать. В восемьдесят поесть и лечь. В сорок хотелось быть здоровым. В восемьдесят просто жить. В сорок любил новую обувь. В восемьдесят старую, растоптанную. В сорок еще сматривался в зеркало, чтобы увидеть мачо. В восемьдесят сматриваешься в лица внуков, чтобы увидеть себя. В сорок еще думаешь, все только начинается. В восемьдесят сознаешь, что так и не началось. В сорок хотелось жить хорошо. В восемьдесят просто жить. В любом возрасте человек хочет жить. Вблизи дома престарелых, где я живу, знаете, кукушки нас, пенсионеров, подбадривают. Я, как мой старый жигуль, пробег большой, проходимость слабая. Причем, когда мотор чихает, задний бампер отваливается. Но если поменять коленвал, перебрать мотор, залить бензин, да хорошенько подтолкнуть, ну тогда мы еще покатаемся. Как говорится, фраза врача «До свадьбы заживет» сильно удивила восьмидесятилетнюю бабушку, но зажгла блеск в ее глазах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ